Несмотря на то, что спарринг без защиты и без правил необходим, его практика связана с определенными трудностями, а именно с человеком, технику которого не знаешь, такой спарринг грозит серьезным травматизмом. Даже если работать на обозначении, если же техника знакома, все быстро переходит в некую работу и теряется страта поединка. Особенно важно научиться работать с корявыми новичками, там вообще, на мой взгляд, многие техники не срабатывают. Окей, значит общий смысл примерно следующий. Если мы не используем экипировку, неважно защитную экипировку или вот эти вот порчатки опять, которым мы автоматически возвращаемся постоянно, то спарринги такого рода либо грозят травматизмом, как здесь говорится, серьезным причем травматизмом, либо мы вынуждены работать на обозначение, что само по себе вообще сводит спарринг опять к салкам каким-то и спаррингом, наверное, уже не является, согласитесь. Поэтому этот момент мы сразу уводим в сторону. И вопрос еще касается того, что если нам противник этот знаком, то еще более-менее как-то можно с ним работать, а если не знаком, да еще новичок безумный, который сам бросается на амбразуру, то это может кончиться довольно плохо. То есть, иными словами, в вопросе содержится фактически не то чтобы утверждение, но предположение о том, что, наверное, все-таки экипировкой надо пользоваться для спарринговых практик, если мы говорим о серьезном спарринге, о серьезной боевой практике. Неважно, в данном случае, единоборческой практике спортивной или в боевых искусствах. Значит, смотрите, что касается единоборческих практик, по большей части этот вопрос уже давно решен не нами, а спорткомитетами всякими, да. И все единоборства на сегодняшний день, кроме Кио Кушимы, используют экипировку хотя бы в качестве тех же самых перчаток, а часто в качестве кираз, шлемов, футов, я не знаю, чего-то еще. Вот. И в этом смысле, как бы нам выдумывать-то нечего. Те, кто занимается этими единоборствами, ну да, они так и будут спарринговаться, они так и будут сражаться, а в реальной ситуации, наверное, они будут придумывать, как бы вот эти заточенные навыки уже под всю эту экипировку, как бы все-таки их использовать, да. Как все постбоксеры очень хорошо понимают, что драться на улице они практически не могут, и все, что им остается, это бить первым, да. Они превращаются в агрессора чаще всего, да, потому что если ты первым ударил, у тебя есть преимущество в случае, если ты не умеешь защищаться. Это типичная ситуация. Так вот, мы сейчас плавно и подходим к решению этого вопроса. Значит, первый момент, я опять отмечу. Значит, шлемы, ребят, не защищают от сотрясений, от травм в области шеи, шейных позвонков и так далее. Шлемы от этого не защищают. Они защищают от рассечений, от синяков каких-то, ссадин и прочего. И это все. Это первый момент. Ну, от перевомов, там, переносится, там, например, и так далее, как Кудо, например, шлем этот защищает, да. Это все. Когда мы говорим о футах, ну, ребят, это вы не противника защищаете. Вы защищаете свой голеностоп, да, подъем стопы вы защищаете. То есть он у вас не укреплен настолько, что вы боитесь его разбить, сломать, там, например, устреченный локус. Или о голень, там, например. Ну, это говорит просто о плохом качестве подготовки таких бойцов. И для того, чтобы они не ломались, не переломывались и так далее, да, чтобы не тратить времени в спорте на укрепление рабочих поверхностей у спортсменов, да, пользуются этими защитами. Даже на голеннике, на голенниками пользуются, да, например, в джиткунду западном, да, постоянно используются на голеннике, в том числе, потому что боятся, что, ну, будет там серьезно разбиты голени. Это факт, кстати говоря, потому что от трещин до переломов, да, могут быть неприятные события. Ну, это с одной стороны, а с другой стороны, если вы голени свои укрепляете, будет такое? Нет, не будет. Просто вас вынуждают готовиться к соревнованиям, вас вынуждают спарринговаться по таким, ну, как это сказать, вас затачивают только на работу с партнером, а не на укрепление своих поверхностей. И это время, которое могло бы быть посвящено укреплению рабочих поверхностей, чаще всего вас заставляют тратить на культуру тела. То есть вы занимаетесь физкультурой, вместо того, чтобы заниматься укреплением рабочих поверхностей. И это одно из, наверное, таких важных отличий между единоборствами и боевыми искусствами. Да, наверное, мы это все понимаем. Окей. Теперь по поводу, ладно, фу, ты там на голеннике, бог с ними. Значит, идем дальше, там террасы, даже не буду обсуждать тоже. Когда мы говорим о перчатках, считается, что перчатки защищают ваших противников. От чего защищают? Ребят, там, где используются перчатки, также точно есть синяки, рассечения, кровоподтеки, переломы, переносицы, например, да, если мы говорим, переломы и обертон и так далее. Кого защищают эти перчатки? Да они защищают того, кто глил. По сути, это опять способ уйти от укрепления рабочих поверхностей. Вы понимаете, да? То есть, с этой точки зрения, я не уверен, что экипировка, используемая в спарринге, действительно помогает спарринговой работе. И лишает кого-то каких-то травм, да, обеспечивает пониженный травматизм. Это, ребята, не так. Пониженный травматизм обеспечивается повышенным вниманием на тренировках, еще даже не на спаррингах, а на тренировках. Помните, я вам все время говорил, не умеете защищаться, у вас шансов нет. Если вы не умеете защищаться, атакующие действия все отразятся на вашем теле. Если умеете защищаться, то атаковать противника вы точно всегда сможете. Это еще одно серьезное отличие, серьезное различие между единоборством спортивным, да, и боевым искусством. В боевом искусстве вы просто обязаны быть защищены. Иначе как? Понимаете, да? Поэтому по поводу экипировки, мое мнение остается прежним. Давайте я ваши почитаю, если возникают какие-то комментарии. Так, я не пишет. Может, не по теме, видел видео «Хунгар в Европе», там одевали боксерскую экипировку и стойко-боксерскую добавляли элементы «Хунгар». Хорошо это или плохо? Это вопрос, наверное, хорошо это или плохо, да? С моей точки зрения, это плохо. Ну, слушайте, ну какой это «Хунгар», какой это «Хунтя-чуань», когда люди работают как боксеры? Ну, это бокс просто обычный. Ну и бокс не… Люди занимаются боксом, а называют это «Хунгар». У нас такого очень много. Ну, называть можно как угодно, что угодно. Есть некоторые страны третьего мира тоталитарного режима, которые называют демократическими, но это же не правда. От названия-то не меняется история. Так, дальше идем. Анатолий пишет «Я как раз считаю, что экипировка не нужна, я просто не знаю, как грамотно решить эту проблему». Правильно, вот сейчас мы и подойдем к этому решению, давайте мы сейчас об этом поговорим. Сейчас Эдуард пишет «Анатолий, я рекомендую практиковать как спарринг в экипировке, так и без. Экипировка многое меняет, но развивает боевой дух. Без экипы лучше оттачивать техники. Я практикую спарринг в экипировке без». Окей, вот Эдуард очень хорошо ответил сейчас на вопрос, связанный с боевым духом, так называемый. Да, ребята, да, ребята, именно поэтому используется экипировка в военных, вот этих вот, как это называется, в военных рукопашных дисциплинах, где важнее дух бойца, чем его победа. Ребята, еще раз напомню, в среде военных, в среде солдат, человек, утративший свое оружие, расстрелявший напрасно магазин, выбросивший на воздух гранаты, это бессмысленный боец. Он нафиг не нужен, он погибает просто. И никакие рукопашные навыки ему уже не помогут. Поэтому рукопашка в военной среде нужна для как раз развития боевого духа, так называемого, а на самом деле для роста агрессии. Точно такая же ситуация наблюдается у нас в самооборонных многих клубах. Я не все беру. Ребята, я ходил, мы ходили спарринговаться с нашим московским клубом, несколько раз в один самооборонный клуб, там ребята адекватные были. Реально адекватные, не с градусом вот этого агрессии какой-то и так далее. Но есть целый ряд вот этих вот непрофессиональных бойцов, да, я имею в виду, знаете, вот есть, например, боксер профессиональный, и боксер любитель. Вот любители, слушайте, когда боксеры профессионалы их слышат, они просто офигевают, откуда это берется в их головах у этих любителей. Они такое выдумывают, такую глупость несут. Ребята, это вообще, конечно, бред. Ну вот, вот эти вот непрофессиональные какие-то любительские клубы, ну да, часто они такие фуфлыжные достаточно, и просто фактически они не учат людей, они учат, как бы наращивают градус агрессии просто. И это очень плохо. Это плохо даже не для социума, которые вокруг таких псевдо-бойцов существуют. Не в этом смысле, не в этом заключается основная опасность, а в том, что эти люди сами находятся в неадекватном положении. Они находятся в самообмане вне. Согласитесь, да? То есть вот эта вот агрессия какая-то, но это является стимулом для окружающей среды давить на них, на этих бойцов. И заканчивается это очень плохо для самих бойцов. Конечно, десяток людей просто уклонится от такого человека, не будет с ним уступать ни в какую перепалку и уступит ему. Просто потому что, ну как, правило нормального солнца, ну дай дорогу дураку, да? Бог с ним. Но обязательно найдется человек, который вступит с ними, в том числе и в какой-то поединок, в какую-то схватку. И кончится это плохо для этих людей, которые уверены в том, что вот этот градус агрессии, это и есть что-то боевое. А это далеко не так. Вот, поэтому, продолжая тему, которую мы сейчас начали, то, что вот сейчас написал Анатолий, как решить этот вопрос, связанный с экипировкой. И то, что написал сейчас Эдуард о том, что работа в экипировке повышает боевой дух. А почему повышает? Потому что дает возможность, не задумываясь, фигарить своего противника. А почему не задумываясь? Травмы-то на самом деле, как я уже сказал, чаще всего те же. Кровопотеков поменьше, да? Но травмы-то те же. И в этом смысле я не думаю, что это является каким-то условием действительно роста вот этого боевого духа. О боевом духе мы уже как-то говорили. И вообще отдельно этому, наверное, надо посвящать стрим. Это отдельная тема, что такое боевой дух. Ребят, боевой дух и агрессия – это разные вещи, на всякий случай, скажу вам, да? Для тех, кто не понимает этой разницы. Именно поэтому они по-разному и называются. И в боевом духе нет элемента агрессии. Это я на всякий случай задел для следующего, может быть, какого-то стрима и так далее. Окей. Так вот, если меня, например, спросили бы, как можно решить подобную ситуацию, я скажу то же самое, что говорю всем ученикам своим, и как мои ученики работают. Мои ученики не используют никогда никакой экипировки. Никогда. За исключением, может быть, ну, я не знаю, если что-то случилось, растянулось сухожилие при отработке цена, например, ну, и эластичный бинт там намотают на что-то, да? Ну, это все. Это не экипировка, согласитесь. Экипировка сразу лишает вас реального ощущения ситуации. Вы не учитесь защищаться и не имеете возможности атаковать адекватно в экипировке. Значит, я сейчас даже не говорю о людях, которые не умеют дозировать свои действия. Можно работать очень эффективно, очень серьезно, но при этом не нанося ущерба спарринговой практике своему противнику. Не надо ему для этого ломать кости, да? Как раз в спарринговой практике, как раз, можно использовать, достаточно использовать болевой эффект, а не переломы какие-то, надрывы, разрывы там и так далее, да? Это первое. Второе. В спарринговой практике, как раз, совершенно не обязательно, нанося даже какие-то атаки в жизненно важные центры, не обязательно же наносить их таким образом, чтобы это имело какие-то жестокие последствия. В московском клубе, например, когда у нас там, ну давайте возьмем там горло, самое простое, да? Когда в горло наносились какие-то атакующие действия, они наносились таким образом, вот если вы сами возьмете и в собственное горло, например, в кадык надавите просто немножечко, да? Вы почувствуете, как вы поперхнулись, как бы, да? Вот этого достаточно было. Вот на такую глубину достаточно было нанести атакующие действия для того, чтобы понять, что да, оно прошло, чтобы ваш противник по спаррингу тоже понял, что да, оно прошло. Понимаете, да? То есть существует еще элемент дозированности определенной. Это не значит, что вы должны быть медленнее, хуже, менее эффективными. Это значит, что вы должны быть более эффективными. Потому что в реальной ситуации вам также точно придется решать вопрос дозированности. Скажите, пожалуйста, те ситуации реальные, боевые, в которые вы попадали, в гражданской жизни, скажите, сколько из них были такими, чтобы вы должны были лишить противника жизни? Ноль. Наверняка ноль, ребята. То есть вопрос дозированности – это очень важный вопрос в боевых практиках. Вы не должны убивать людей, ребят. Поэтому спарринговая практика у вас должна быть, ну, конечно, без экипировки. То есть, когда решаем мы эти вопросы, первое, что у нас возникает, сомнения по использованию экипировки в первую очередь связаны с травмами. Когда возникают травмы? Когда защиты нет, ребят. Настоящий хороший спарринг, ребят, я вам сейчас расскажу, это не когда один другого, значит, ударил, потом тот ударил, потом этот ударил, потом этот ударил, да? Ребят, спарринг и вообще боевая ситуация – это не обмен ударами, это смешно. Значит, это значит, что вы занимались не боевой практикой. Ну, там вы побили, там, грушу немножечко какую-то побили, мешок там висящий. Вот чем вы занимались. Боевая практика – это когда в вас не попадают. И хороший спарринг, ну, например, двоих более-менее подготовленных бойцов – это когда ни одна атака не доходит до своей цели. Это когда ребята хорошо защищаются, атаки не доходят до цели. Еще раз. Вот что такое спарринговая практика. Вот над чем надо работать. Вы должны работать таким образом, чтобы быть, ну, неуязвимы хотя бы в той мере, в которой вы себе представляете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!